Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Алексей, мы продолжаем наш летсплей на двух картах сразу И в комментариях написали, что народ все-таки хочет видеть уборку, поэтому ничего я не трогал с прошлой серии Вот как мы остановили, так все здесь и стоит Единственное, что я пригнал вот отсюда с лесопилки наш трактор, который со щепорезкой Брукс Вот сюда, к нашей базе, здесь у нас одно дерево лежит с давних времен, мешается, нужно его в щепу переработать И как вы помните, около коровника лежат несколько длинных бревен, но не знаю, я их буду ли в щепу перерабатывать Либо же отвезти их целиком, продать, как они есть Но с другой стороны, вот лень не отсюда прицеп тоже гнать туда-сюда Да и не столько много там этих бревен, чтобы заморачиваться Наверное, тоже я их в щепу переработаю, чтобы они там не мешали Так, ну а сейчас мы будем запускать опять-таки работников И полезную вещь мне в курсплее, значит, посоветовали в новой версии Чтобы не было вот этих вот трех кукурузин на концах поля, нужно сделать кое-какие настройки Но все по порядку, все по порядку Сейчас на данный момент на поле номер 21 у нас закончена уборка Мы сейчас разгрузим комбайн И я зафиксирую то количество овса, которое мы с него собрали Почему? Потому что я все-таки хочу немножечко заморочиться и провести такой эксперимент Вот мало у кого я видел использование посевной редьки А ведь это, судя по вот этим вот данным Значит, где-то здесь про посевную редьку написано Что ее использование позволяет увеличить урожайность на 30% А это по факту не так уж и мало Так, где-то, где-то Блин, ну сейчас Сейчас навряд ли я найду, конечно Посев Посевная Посевная редька где-то была про нее написана Ну не суть Не суть А вот, повышение урожайности Здесь, наверное А вот она Отдельно прям Которую не собирают и перекапывают Когда она подрастет, можно воспользоваться культиватором Вы получите так называемое сидеральное удобрение Которое повысит урожайность на 30% То есть смотрите, что я хочу сделать Все точно так же, как и обычно То есть если требуется вспашка, будем вспахивать Если требуется известь, значит будем известью Все это дело забрасывать Два раза удобрение, убирать сорняки Но с использованием посевной редьки И вот именно сейчас я засеку Сколько у нас овса вот в этом прицепе Потому что я ни разу не отвозил его Вот все, что мы собрали Все находится здесь, в этом прицепе Так И запишу эту цифру себе Так, 27160 Вот сейчас прям Возьму ручку и запишу Вот и следующий раз Мы также здесь посеем овес Вот я не знаю Реализована ли здесь система севооборота Для тех, кто не знает Поясню так, что Система севооборота Подразумевает в себя В себе то, что Не рекомендуется сажать подряд Одну и ту же культуру Иначе падает урожайность Рекомендуется культуру чередовать Так вот Не знаю, реализована ли здесь Эта система Но в любом случае Если даже она реализована То все равно Должен быть прирост урожая После использования Посевной редьки Вот это мы и проверим Итак 27160 Литров Это в литрах все Значит овса мы собрали И следующий раз С использованием посевной редьки Посеем здесь также овес На 21 поле Таким образом проверим Вот не видел, чтобы кто-то с ней Заморачивался Большинство ее упорно Игнорит В том числе и я Так что как-то так Ну и вот этих вот товарищей Наверное мы отправим На поле номер 2 Там нужно собирать ячмень Так на поле номер 16 Что у нас растет? У нас подсолнухи Там нужна кукурузная жатка Полем номер 16 У нас займется значит Клаас тогда Когда закончит бешеный огородик Так ну а сейчас Сейчас отправляемся Отправляемся на гору Так мне нужно Отцепить жатку Сложить ее на прицеп И вместе с тем трактором Мы отправимся наверх Я надеюсь Ячмень у нас Влезет в этот прицеп Хотя не факт Вот просто не хотелось бы Ездить разгружаться Путь не близкий Курс писать лень Так Отцепляем ее Складем пока Уборочную машину И отправимся наверх Но пока я буду ехать Я наверное все таки запущу Наших ребят Чтобы не стояли Чтобы работали Поэтому давайте пробежимся По комбайнам Итак Восстановим курс Генерация маршрута Поле номер 11 Расположение старта У нас было Юго-Запад Направление У нас было Выставлено Вручную Значит 0 градусов Так Обход островков С проходом По периметру И здесь я ставил 9 метров Генерируем маршрут И вот теперь Вот здесь вот В дополнительных настройках Мне сказали Вот про эти два параметра То есть сейчас Смотрите как стоит Поднимать оборудование Заблаговременно То есть когда заканчивается Проход Он не докаживает Вот это вот Все хозяйство И поднимает Мы ставим С опозданием А опускать оборудование Наоборот Заблаговременно До Заезда на проход Вот так вот И теперь ставим Окей Таким образом У нас Не должно Оставаться Вот этих вот Трех кукурузин В конце поля Так Курс я правильно Сгенерировал Вроде правильно Избегать движения По посевам Нет Разворачиваться В пределах поля Да Мне еще предлагали Там Или точное Земледелие Значит Включить Или Как-то по посевам Не ездить Но друзья Я не буду С этим Заморачиваться Так С ближайшей Очевидной Запускаем Все Пошел Комбайн Работать Ман Вот это Кстати Нужно разгрузить Почти полный Спасибо за Подсказку Если это Действительно Будет Работать Респект Ребята И уважуха Ну Кукурузы У свиней Теперь будет Вдоволь Я так думаю А вообще Вы знаете Наверное Стоит Мне прописать Курс Наверх Просто для того Чтобы техника Сама туда ездила Транспортный маршрут Я наверное Так и сделаю Потому что Я чувствую Мне не один раз Придется Куда гонять И культиватор И Не только культиватор В общем Вот отсюда Откуда нибудь Пропишем Мы с вами Курс Сейчас только Сразу Комбайн Разгрузим Ага Вот видите Сработало Сработало То что Ребята Посоветовали Спасибо большое То есть Он когда Закончил Проход И сейчас Вот он Заранее Опустил Жатку Молодец Так Куда ты Брал Свою Трубу Так Ты должен Стоять При разгрузке Все Этот ман Мы глушим Идем Дальше Так Вот я Этот трактор Пригнал Вот это Дерево Лежит Потом Займемся Меня Сейчас Интересует Вот этот Товарищ Давайте Мы сгенерируем Также Ему Маршрут Значит Было Поле Номер 18 Юго Восток У нас Стартовый Угол Направление Также Мы вручную Выставляли Ноль Градусов Двенадцать Метров Обхода Островков Здесь Нету Также Генерируем Есть И В настроечках Поднимать Оборудование Значит С опозданием Опускать Оборудование Заблаговременно Ок С ближайшей Очевидной Точки Все Пошел Пошел Товарищ Работает Ну и тоже Наверное Его сразу Разгрузим Чтобы он Нам Нас Не отвлекал Потом Все Он сейчас Остановится Как разгрузится Поедет Дальше Так Ну а мы С вами Все Следует За комбайном Хорошо Замедляется Для трафика Для какого Трафика У меня Здесь Трафика Вроде Нету Конечно На комбайне Писать Курс Не самое Камильфо Потому что По скорости Будет Будет ехать С такой Скоростью Ну и Ладно Тихо Тихо Да и Доедет Зато Не будет Никуда Никого Заносить На скорости На скорости Транспорт Транспорт Наш Держался Все таки Левой стороны Мало ли Одного Может придется Отправить туда Другой Будет ехать Обратно Вот чтобы они Лбами не сталкивались Лучше Немножечко Даже на обочину Залазить Это я помню Еще С 13 С 15 Фермы Такие вот Нюансы Потому что Обратно Я тоже Буду писать Курс И потом Уже Если даже Придется Допустим Трактор Наш Разгружать Я его Отправлю По этому Курсу Поставлю Остановиться В конечной Точке И он Приедет И мне Об этом Просигнализирует Я у него Прыгну Разгружу И снова По этому Же Маршруту Так вот Здесь я близко Сильно К столбу Взял Наверное По этому Же Маршруту Значит Он Уже Поедет Назад Туда Ну Здесь Здесь Никак По другому Здесь Приходится Близко Брать Где Вот эти Всякие Отбойники Столбы Я надеюсь Проблем Не будет Так Ну и Где нибудь Вот здесь Вот мы Этот маршрут С вами Закончим Так Сохраним Его Назовем На гору Так На гору А потом Запишем Обратный Маршрут Назовем Его С горы Вот как То Так Так Давайте Отпустим Работника Работницу Неплохо Она Порулила Но Пора Честь Знать Так И Наверное Чтобы Потом Вот с Этими Ёлочками Проблем Не было Буду Запускать Я Комбайн Именно С этого Края Так Отцепляем Наш Прицеп Сжаткой Сразу Разложим Уборочную Машину Так Отделение Соломы Включено Хорошо Ну и здесь Наверное Без курсплея Без всякого Просто Запускаем Работягу И все Курсплей Здесь по факту Не нужен Наверное Солома Пошла Отлично Товарищ У нас Набрал Бункер Товарищ Молодец Товарищ Дважды Молодец Товарищ Кукурузину В конце Поля Не оставляет Так Здесь у него Ободчик Длинный Насколько Я помню В принципе Угадал Все Пусть Разгружается Где наш О Этот уже Заканчивает Красавица С канолой Сейчас мы его На соевые бобы Наверное Отправим Сразу Справился На ура Что называется Так Канолы Получился Прицеп Где-то Да Может быть Даже Сейчас Я Нуждается В разгрузке Но он В принципе И работу Свою Уже Выполнил По факту Можно Работягу Отпускать Что-то Чувство У меня Не влезет Чуток Прицеп Ну да Буквально Щучучим Она Так По-быстренькому Разгрузимся Сейчас Так бы Можно было Его на то Поле Уже Отправлять Немножечко Не вместилась У нас Канола Ну это И хорошо Канолу Как я уже Говорил Я не для Продажи Собираю А чтобы Кормить Свинок Потому что Из масляничных Она самая Дешевая Подсолнух Дороже Соя Дороже Вот те Культуры Можно продавать А вот эту Свинкам На корм И среди Масляничных Она Канола Более Урожайная Чем все Остальные Несмотря На то Что она Не такая Урожайная Допустим Как Та же Пшеница Или тот Же Ячмень Но тем Не менее Свинтусом Она нужна Так У помощника Заполнен Зветновой Бункер Это на горе У нас Зерновой Бункер Заполнен Так Заглушим Наоборот Заведем Все Его Сейчас Нужно Перенаправить Вон На то Поле Прицеп Прицеп Для Жатки Ох ты Зараза Смотрите Оставил Все Таки А Блин Хорошо Что я Здесь Проехался Ну Это Курс Плей Он Такие Вещи Любит Делать Здесь Здесь Уже Никакими Настройками Не Поможешь Потому Что Здесь Здесь По ширине Он Посчитал Что Не Нужно Этого 30 37 Литров Канолы Блин Опять Придется Разгружать В этого В манов В нашего Ну Ничего Сейчас Мы Мана Туда Подгоним И Все Это Дело Организуем Так Здесь Я Наверное Прицеп Вот этот Прямо Тут Оставлю На склоне Чтобы Он Там Не Мешал При Маневрах При Разворотах Просто Поближе Его Подгоню Можно Было Жатку И Не Класть На Нем По Факту Сейчас Поставим На Исходную Вот Про Эти Вот Несколько Бревнышек Я Говорил Тогда Будем Соевые Бобы Убирать Так На горе На горе Там Работник Продолжает Мои Деньги Жрать Ничего Много Не съест Пусть 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 Премиальные Ему Будут По Типу Солдат Спит Служба Идет Можем 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 На всех Парах Так, а пока разгружается Вот это вот хозяйство Закроем Так, все Так, и здесь я Курсплей Выберу, опять-таки Из-за вон того отбойника Генерация маршрута Поле номер 10, юго-восток Здесь можно поставить Длинная сторона Видно, какая сторона длинная Генерируем Так, хоботок-то спрячь Поднимать с опозданием Опускать заблаговременно Да, так и надо Запустить по маршруту С ближайшей очевидной точки Все Ох, запылил Зараза Так, и давайте переместимся вот сюда Там он уже Накакал целую гору Хотел сказать, что это за культура Это хлопок вроде, да? И сорняк Там же Загербицид 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 Короче, обработанный гербицидом Так, лексион нуждается В разгрузке Это Ага Я вас понял Чувствую я то Дерево мы сегодня Не попилим с вами Но вот этот огородик Долго Долго будет убирать Сегодня навряд ли успеем Наверное Стрим Нужно будет запустить Иначе серия будет Часа на два Так Так Уже заглушили Хулиганье На минуту отлучился Буквально и все Так Все работает дальше Здесь нам сейчас Опять нужно будет Ман Разгружать Маши У этого Класса Бункер хороший Два раза Выгрузился Прицеп полный Ух, попкорна Наделаем, да? Какие дети Маши Я все раньше думал, как этот прицеп разгружается У него кузов-то не поднимается А здесь, видите, лента Лента двигает все это дело Все Пускай здесь ман стоит Соевые бобы не так быстро заполняются Так что мне нужно канулу выгрузить Вздык готова Соя, я думаю, вся в этот прицеп залезет Даже с такого большого поля, как десятая Мне сейчас нужно заморочиться и отправить товарища с валковой жаткой Где-то у нас была большая валковая жатка Я, по-моему, покупал Точнее, покупал еще Герберт А Сэму нужно сейчас ее просто найти Не та 8-ми или 9-ти метровая А какая-то у нас была посерьезнее, по-моему Может, где-то здесь она, не? Так, ну в гараже сейчас Трудновато будет искать Техники много Но тем не менее Попытаемся Найти ее Сеялки, сеялки Сажалки Удобрялки Навоза Кидатели Так, вот одна валковая жатка у нас Да, 9-ти метровая Неужто я ее не брал А только планировал Быть того не может Так Давайте посмотрим По магазину Так будет, наверное, проще Так Такая есть 14-ти метровую я, оказывается, не брал Или я ее брал На Ревенпорте Забыл, наверное Наверное, забыл Ладно, вот этой 9-ти метровкой Тогда будем пользоваться Какие здесь еще есть А вот На 14 метров тоже Это модовая 12,5 В любом случае Денег пока нет Ни на какую другую Поэтому Даже не в Альтру Я бы взял, наверное А тот фендик наш Вполне себе С валковой жаткой Справится А Вальтру Я бы оставил Для прицепа Подборщика Так Классовский, наверное, возьмем Он Посерьезней Или подождите А где у нас Джон Дир Джон Дир Он же помощнее Вроде трактор Класс С этим прицепом А Все понял Где Джон Дир Его все равно Отгонять Нужно было Что, стой здесь Тогда Тогда все-таки Вальтра Подтянет он Классовский Этот прицеп Или тот Бергман К нему Цеплять придется Что это Понятное дело Что подтянет Так И нужен Вот этот Товарищ Мы ему сейчас Водрузим Валковую Жатку И она у нас Скорее всего Там стоит Среди всего Оборудования Вот часть Я Значит Прицепом Подборщиком Закидаю В сеновал А что Не вместится То мы Затюкуем И тюковать Будем Квадратным Тюковщиком Для того Чтобы не Останавливаться Вот эту Крышку Не поднимать Там Все Вот эти Вот Причиндалы Не делать Сион Нуждается В разгрузке Будет у нас Работать Курс Ставить Ставить Так Генерация Поле Номер 21 Юго-запад Длинная Сторона 9,3 Я наверное Все-таки Девяточку Сделаю Хотя Ну что Париться 9,3 9,2 Вот так Ох Как точно Попал Со стартовой Точки Вперед Так У тебя Здесь Бегает Движение По посевам Нет Разворачивается В пределах Поля Да Все Работаем Так Вот кто У нас Нуждается В разгрузке Наш Кукурузник Хорошо Что он Шнеком Наружу Так Все Пускай Нуждается Ох ты Идеал Этот Тоже Нуждается В разгрузке Идеал Это Фент Наконец-то Первый Бункер Сой Забил Блин Вот здесь Придется Подождать С шнеком На урожай Какой-то Шнек У него Низкий Цепляет За прицеп КОНЕЦ Так, не дадут мне повалковать. Точнее пособирать. Субтитры добавил DimaTorzok Так, ну хоть один прицепчик давайте наберем. Субтитры добавил DimaTorzok Как вообще трактором управлять. Хотя он не стремился к этому в жизни. Сидел себе охранником и сидел. Вот так вот судьба непредсказуемая. Что-то мне говорит о том, что у нас все влезет в этот синовал. Ничего не придется тюковать. Все народ, наверное серию надо заканчивать. Что-то затягивается опять серия. Остальное уже будем доделывать на стриме. Вот так вот. Сейчас еще один проезд, наверное, сделает. Проход. И на этом мы закруглимся. Ну а вы, друзья, ставьте лайки. Если вам нравятся данные видео. Подписывайтесь на канал. Увидимся. Я так думаю, что на стриме. Всем удачи и всем всего. Хотя, знаете, я смотрю, там комбайн. Сейчас будет, наверное, делать объезд. Объезд островка вот этого. Давайте посмотрим, как это все дело происходит. Так, пока заглушим все это хозяйство. Да, вот он подъезжает к тому месту, где у него как раз препятствие в виде столба. И я сейчас посмотрю, как он сработает. Чисто или оставит за собой косяки опять-таки. Так. Круг подсчета. Да неужели ни одной кукурузины не оставит, а? Смотрите-ка. Это все курс-плеи сейчас управляет. Аплодисменты, блин. Тоботягам, наконец-то, мозгов добавили. Как этого не хватало в 15-й ферме, кто бы знал. А-а-а-а, косяковый, косяковый. Ха-ха-ха. Сглазил раньше времени, да, сказал? Но, тем не менее, тем не менее, как-то так. Все, всем пока. Блять, у кого-то там что-то заполнилось. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok